Больше часа в ожидании автобуса. Барнаульцы снова жалуются на общественный транспорт. Будет ли что-то меняться в этой сфере? Коспостройки сгорели, дому требуется ремонт. Семья Избийска считает, что на нее пытаются переложить ответственность за пожар, в котором она не виновата. Осталось немного. Завершить ремонт моста на новом рынке должны до конца ноября. Начнем выпуск с новости о страшной аварии, которая произошла сегодня в немецком национальном районе. Столкнулись скорая помощь и грузовой автомобиль. ДТП произошло в 4 утра на автодороге Крутиха-Славгород. Как сообщает региональная прокуратура, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой помощи. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи скончался в центральной районной больнице города Славгорода после транспортировки. Пассажир автомобиля скорой медицинской помощи, пациент, 73-летняя жительница села Орлова немецкого национального района, скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой помощи. Фельдшер, а также пассажир, который сопровождал пациента с множественными телесными повреждениями, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Добавим, только за октябрь этого года на дорогах края погибло 184 человека, в том числе 9 детей. В связи с ухудшением погодных условий в мэрии Барнаула провели совещание по очистке улиц и дорог от наледи. Какие конкретные меры решено предпринять и как службы будут работать в предстоящие праздники об этом в сюжете. Первый снег, температурные качели и, как следствие, гололед. Наледь местами покрыло и дороги, и дворы, но последствия непогоды оперативно устраняют. В ночь у нас отработало порядка 120 единиц техники. Основные работы были задействованы и усилены в части вывоза снега, очистки уличной дорожной сети, проезжей части и, конечно же, посыпки противогололедными материалами. Но днем дорожники продолжают трудиться. Очищают дороги от снега и посыпают их песчано-соляной смесью. Всего задействовано порядка 100 единиц техники. Также сформированы бригады, отдельные бригады по тротуарам. Да, прошло 19 единиц техники и 12 человек. Это распределение реагентов там, где невозможно отрабатывать это механизировано. Сегодня обрабатывали территорию Нагорного парка, площадку около театра драмы и другие места. Особое внимание дорожники уделяют очистке пешеходных переходов и территории рядом с общественными местами – торговыми центрами и парковками. Кроме того, обсудили с главами района, как организована работа на межквартальных проездах, на проездах к общественно значимым социальным учреждениям. То есть здесь эта работа тоже организована. Судя по прогнозам, перепады температур продлятся еще пару недель. В праздничные дни дорожные службы работают круглосуточно. Анастасия Бертенева, Ольга Иванова, Дмитрий Денисов. День с толком. Меньше месяца остается до открытия моста на новом рынке. Подрядчик обещает закончить работы в срок до 30 ноября. Завтра у торгового центра «Пионер» приступят к демонтажу разворотного кольца. Это необходимо для того, чтобы потом соединить проезжую часть с путепроводом. Напомним, ровно неделю назад рабочие начали демонтаж разворотного кольца в районе дома быта. Пассажирам следует заранее продумать свой маршрут, так как теперь схема проезда изменится. Например, движение трамвайных маршрутов номер один и номер четыре будет прекращено. Для организации транспортного обслуживания будет осуществлено движение автобусным маршрутом по маршруту от площади Спартака до торгового центра «Пионер». По схеме проспект Красноармейский, проспект строителей проспект Ленина в обратном также направлении. При этом пересадочный тариф по-прежнему будет действовать, как и все льготы. Провести на остановке больше часа в ожидании своего автобуса. С наступлением зимы в Барнауле опять встал вопрос с общественным транспортом. На некоторых маршрутах ситуация критическая. Вместо десяти машин на линию может выходить две. В нашем следующем сюжете расскажем подробнее. Денис Колупаев живет в индустриальном районе. До недавнего времени особых проблем с общественным транспортом не замечал. Было терпимо. Сейчас мужчине пришлось столкнуться с новым для себя маршрутом. На прошлой неделе начали ездить в развивашку с ребенком. Обратил внимание, что автобус номер один с интервалом 30 минут примерно ходит. То есть проблем больших нет. И его дождаться, и воспользоваться. На этой же неделе все изменилось. То есть по часу и больше. Звонил в центр «Транс». Они подтвердили, что допустим вчера одна машина была на линии, то есть один автобус всего курсировал по городу. Сегодня обратил внимание, что это количество две единицы из десяти, которые должны быть. Смешно, что ехать-то всего 15 минут, говорит мужчина, а ждать транспорт больше часа. По навигации невозможно понять, во сколько он приедет на конечную, во сколько он развернется и поедет обратно. В связи с этим приходится ходить пешком, либо на такси ездить. Единица – далеко не единственный проблемный маршрут в городе. Ранее барнаульцы жаловались на работу автобусов номер 80, 110, 113 и не только. Сегодня я стояла на остановке 30 минут с 7 утра. У меня проехало 6 автобусов полных и даже не остановились. Опоздали куда-то сегодня? На пару, на 30 минут, потому что в итоге поехала на такси. Ждать, наверное, приходится из-за того, что пробка стоит. То есть какое количество было, их такое осталось, они там каждые 10 минут обычно ходят. Но вот их тоже количество осталось, просто они пробки стоят и едут. Ну, минут 15-20 можно. Это бывает за 5 минут. Есть на что пожаловаться и самим пассажироперевозчикам. Ситуация только сложнее. Ситуация с топливом сложнее, с запчастями сложнее намного, в разы. Очень сильно поставщики поднимают цены на запасную часть. Как вы выкручиваетесь? Разбираем старые автобусы. Частично решить проблемы можно, если увеличить число автобусов большой вместимости на популярных маршрутах. По словам перевозчиков, это должно быть как минимум 100 единиц. На данный момент Краевая столица ожидает 41 автобус. Как нам сообщили в Министерстве транспорта, автобусы должны прибыть до 15 января, выйти на линию в первой декаде 2024 года. В мэрии предварительно решили, что автобусы выйдут на маршруты 1 и 10, которые сейчас практически не работают. Ожидается поставка и 10 трамваев. Кстати, интересно, что даже при сегодняшнем раскладе часть барнаульцев общественным транспортом в целом довольна. Автобусы стали чаще ходить. Проезд, возможно. Цена плюс-минус остается на месте, не поднимается вверх. У нас вот многоредок всяких и 33, и 50, и 108, и 109. А летом еще садоводческие, не скажу, что плохо. В ближайшее время город будет пытаться решить и проблему с кадровым дефицитом. Центр занятости населения уже провел набор водителей для переобучения на категорию D. Обучение бесплатное, трудоустройство гарантированное. Правда, пока это 10 новых водителей на весь город. Но это уже что-то, говорят перевозчики. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Очень болезненный вопрос для общественного транспорта – нехватка кадров. Как раз тех, кто еще остался верным профессии, накануне наградили в правительстве края. Виктор Томенко поздравил работников предприятий дорожного хозяйства, водителей пассажирского транспорта с профессиональными праздниками. Почти 50 человек получили награды за свой труд. Сегодня сеть дорог Алтайского края самая большая в России. Насчитывает 55 тысяч километров. В дорожной и транспортной отраслях региона работает почти 21 тысяча специалистов, от которых зависит ремонт и строительство дорог, работа общественного транспорта. Профессия должна просто понравиться. То есть у нас бывали люди, которые приходили и месяца не отрабатывали, уходили. А есть люди, которые и дольше меня даже в Европе все работают. Так что просто должен коллектив понравиться, профессия. В Бийске одинокая женщина с ребенком рискует погрязнуть в больших долгах. В конце октября рядом с ее домом произошло возгорание, которое затронуло участок семьи и склад торговой сети дискаунтеров. У последнего сгорела крыша склада, а у женщины теперь нет хозпостроек и большой ремонт требуется дому. Пострадавшая начала латать жилье, но у нее есть серьезные опасения в том, что именно ее сделают виновной в пожаре и заставят выплачивать компенсацию торговой сети. О подозрительной истории Показали, что очаг возгорания у меня в этом месте. А что здесь было? Здесь же даже на проводку не похоже. Здесь просто висел старый плафон стеклянный. Вон он оплавился. Говорит, у вас тут лампа висела? Говорю, да. Но провод к ней не подходил. Эта лампочка не была запитана током. Версия, что пожар начался с обесточенного места, мягко говоря, смущает Татьяну Миллер. Спустя неделю после произошедшего она еле сдерживает слезы. Женщина купила этот участок всего год назад. Сделала основательный ремонт и вот требуется новый. Куда серьезнее по затратам. Необходимо заменить кровлю, потолки, проводку, мебель. Примерно просчитывали бюджет. А какой сумме идет? Я даже не представляю еще, если честно. Даже боюсь думать об этом. Потому что я не знаю. У меня вот окна в 50 обошлись. Крыша во сколько обойдется? У нас больше 100 квадратов крыши. Так это мы перекрытие сгорели. Вот у меня угол. Тут стену надо переделать полностью. Возгорание началось ночью. Женщина в это время была на смене. А ее 15-летний сын спал у этого окна. Он проснулся от того, что с его слов стекла начали лопаться, трещать. Он думал, будильник зазвонил, чтобы в школу пора. Соскочил, а тут все уже плохо. В каком он сейчас состоянии? Да, сейчас вроде ничего маленького. Нормально. Шок прошел. Подростка вытащили соседи. По словам очевидцев, огонь быстро охватил крыши трех зданий. Дом Татьяны, ее гаража и склада торговой сети, который стоит вплотную к гаражу. Приехал на работу, отпросился. Ну, тут уже ходили, смотрели пожарные. Кто были, у ребят спросил, откуда у вас сгорание? Ну, примерно, говорит, со светофора. Сами пожарные говорили. Тут вроде бы посмотрели, все чисто. Говорили, что очаг начался с гаража, но машина там нормальная, даже вообще ничего. Если бы оттуда горела, может быть, и так. Машина в первую очередь бы пострадала. Сейчас главный вопрос – источник возгорания. Документы, в которых укажут официальную причину пожара, подготовить должны через месяц-полтора, сказал Татьяне пожарный инспектор. И он же пока неофициально сообщил – вина на ее стороне. А это значит, что именно женщина должна будет выплачивать компенсацию дискаунтеру. Но ей все это кажется подозрительным. А понять картину с другой стороны сложно. Сгоревшую кровлю склада торговой сети и часть проводки оперативно убрали. Татьяна собирается нанять адвоката и обратиться в прокуратуру. Она уверена, что это на ее участок пришел огонь. Но обратиться в суд она сможет только после того, как получит заключение. Специалисты должны изучить все обстоятельства, в том числе характер термических повреждений зданий, степень их огнестойкости и соблюдение противопожарных расстояний между постройками. В данном случае расстояния нет никакого. Всегда есть генеральный план, правила землепользования и застройки, в соответствии с которым весь город делится на определенные зоны. Вот есть зона, например, индивидуального жилищного строительства. Есть виды тех зданий, которые там могут располагаться. Но там явно никаких складских помещений быть не может. Поэтому нужно вот это проверять. То есть вообще в принципе склад там и мог располагаться или нет. Насколько законно он? Может он вообще самовольно был построен? Сейчас Татьяна ищет съемное жилье и морально готовится к большим расходам на ремонт, чтобы спасти дом от промерзания и судебным разбирательством. Она надеется, что ей удастся добиться справедливости, чтобы не быть без вины виноватой. Елена Макаренко, Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Команда одной из барнаульских школ представит Алтайский край на всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи в Москве. На днях учащиеся выиграли региональный этап в Барнауле. Как он проходил и в каких экстренных ситуациях могут пригодиться приобретенные навыки, расскажет Дмитрий Дроздов. Первый чемпионат по оказанию первой медицинской помощи. Его организовало всероссийское движение первых. Цель проекта – обучить школьников и учащихся профессиональных образовательных организаций навыкам, которые могут помочь пострадавшим до приезда бригады скорой помощи. Инструктора из Красного Креста, волонтеров-медиков, партнерских организаций, институт имени Топорова у нас в Алтайском крае, они в течение всего этого времени, ну в большей степени с осени, проводили для школьников края мастер-классы, где обучали их делать сердечно-легочную реанимацию, прием геймлиха, как правильно вызвать скорую помощь, как действовать вообще в сложной ситуации, ну и множество других под тем и тем первой помощи. Школьникам от 14 до 17 лет предстояло пройти шесть станций различного уровня, к примеру, помочь пострадавшим после ДТП или после трагедии на воде. Из 21 команды, принимавшей участие в региональном этапе чемпионата, лучшие признали команду из Барнаула, школа номер 49. Радость и победитель не было предела, ребята признаются, конкуренция и испытания были серьезными, дались непросто, но брали упорством и сосредоточенностью. Эмоции безумные, руки трясутся до сих пор после получения награды, задания были сложные, время ограничено и мы старались максимально ответить правильно. Теперь школьникам Барнаульской школы предстоит борьба уже на всероссийском уровне. Чемпионат по оказаниям первой помощи пройдет в Москве 18 и 19 ноября. Пожелаем ребятам удачи. Дмитрий Дроздов, День с толком. Три выходных дня ждут жителей края в связи с праздником, Днем народного единства. Для барнаульцев организовали несколько мероприятий. Пожалуй, самый крупный – это фестиваль национальных культур, молодежная палитра, который пройдет во дворце культуры Южной и концертная программа «Под небом единым» – концертный зал «Сибирь». Свои номера здесь представят несколько местных артистов. Из спортивных мероприятий запланировано первенство спортшколы «Спарта» под зюдо. Также для детей и взрослых пройдут игры, исторические викторины, открытые уроки, круглые столы и познавательные экскурсии в библиотеках города. Выставка, посвященная 85-летию известного графика Юрия Кабанова, начала работу в Барнауле. Примечательно, что это первая экспозиция художника, которая включает в себя не только графические работы, но и произведения живописи. Подробнее об этом в материале. Картины на религиозную тематику, известные личности и достопримечательности Барнаула. Об этом писал знаменитый художник-график Юрий Кабанов. В честь 85-летия творца в Иоанна-Богословском храме Барнаула организовали выставку его работ. На этот раз картины в жанре станковой графики разбавили произведения живописи. Предыдущая выставка была у нас в храме живоначальной Троицы, это три года назад. Ну а сейчас мы решили сделать выставку в храме Иоанна Богослова. Здесь у нас есть хорошее помещение, выставочные площади, часть полотен у нас на постоянном хранении. Не все эти полотна раньше видели даже профессиональные художники. Например, эта коллекция цветов в хорошем смысле слова шокировала известного мастера Николая Зайкова. И вообще надо сказать, что Юрий Борисович это был художник, абсолютно не ориентирующий ни на какую конъюнктуру, потому что, ну мы привыкли там цветы, это салонное искусство такое, да, искусство слащавое какое-то. Здесь мы видим совершенно другую интерпретацию этого сюжета. И абсолютно некоммерческую, абсолютно творческую, вот по своей сути. А ведь эти картины могли бы и дальше пылиться в закромах, если бы Юрий Борисович сам не напомнил жене о своем юбилее. Я никогда не увидела во сне, а здесь вдруг вот сидит на кровати и говорит, мне 85 будет. Надо карандашные мои все рисунки выставить и живопись. Живопись Кабанова раскрыла для всех еще одну грань таланта художника. Посетители отметили, что с удовольствием познакомятся и с другими неизвестными картинами творца. Что касается действующей экспозиции, ее работа продлится до конца ноября. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. И к новостям спорта. Наши команды мастеров продолжают свои сезоны. Так, хоккеисты «Динамо Алтай» в очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ переиграли пензенский «Дизель». А футболисты «Динамо» наоборот уступили «Миасовскому торпедо». Об этих и других новостях спортивной жизни региона расскажет наш корреспондент. Известные со времен советского хоккея клубы «Динамо Алтай» прежде мотор и пензенский «Дизель» прежде никогда не встречались. А тут вдруг судьба свела их. Интерес к этой игре, конечно, повышен. Немного статистики. В 15 из 18 первых периодов этого сезона «Дизель» не забрасывал ни одной шайбы. А в 12 из 18 еще и не пропускал. И первый период барнаульского матча тоже получился безголевым. Хотя моментов для открытия счета было достаточно. Первую заброшенную шайбу зрители увидели только под конец второго периода. После «Динамо» забросили еще одну шайбу и пропустили в конце. Но это уже не важно. Тяжелая, но все-таки победа «Динамо Алтай» 2-1. Парни сегодня очень старались. Была непростая игра. Две команды были рядышком в турнире таблицы. Поэтому понимали важность этой игры. Победили. Слава Богу. Двигаемся дальше, готовимся. А теперь о футболе. Череда поражений зависла над «Динамо» в Барнаул. Белоголубые не выигрывают уже на протяжении четырех матчей. Игра против «Торпеда» из «Мяса» не стала исключением. Хотя футбол и был открытым, но сдулись наши первыми. За 45 минут игры болельщики увидели аж пять забитых мячей. 3-2 вели гости. Болельщики надеялись, что и во втором тайме россыпь голов продолжится. Это случилось. Правда, ворота «Динамо» в Барнаул. 2-5. Наша команда серьезно уступает в поединке и опускается на седьмое место из девяти в турнирной таблице. Проблема видна невроженым глазом, потому что в обороне у нас не разбериха, не от хорошей жизни у нас. Иван Житников играет в центре обороны. Поэтому смена поколений как-то она спонтанно у нас получилась. Флорбольная команда Алтайского края «Ирбис» ведет борьбу за медали в чемпионате Новосибирской области. Напомню, флорбол – это хоккей в зале. Правда, вместо шайбы – мяч. Так вот, команда «Ирбис» после шести игр в турнирной таблице занимает третью строчку. Четыре победы и два поражения. Теперь вся интрига будет в последнем туре. Мы настраиваемся на последнюю игру. Через выходные также поедем в Новосибирск. Будем играть с командой, которая занимает второе место сейчас. В турнирной таблице мы идем на третьем. Если обыграем эту команду, то мы встанем на второе место. Со второго места будем выходить в плей-офф. Настрой у всех боевой. Каждую неделю тренируемся, готовимся. Думаем, что все получится. Порадуем своих болельщиков. И в конце о мини-футболе. Коллектив журналисты Алтая продолжает свое выступление под эгидой Алтайской краевой ассоциации мини-футбола. Настала пора зимнего сезона, где сотни команд поделились аж на 15 лиг. Акулы-пера в седьмой по силе. Но пока команду настиг игровой кризис. Две игры – два поражения. Исправить эту ситуацию парни постараются уже в это воскресенье в матче против Тартоли. Игра состоится в спортивном комплексе «Горизонт» в 20.00. Болельщики, мы вас ждем. Дмитрий Дроздов. День с толком. И на этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok